Как снег на голову в минувшую зиму, добрая новость влилась в просторы соцсетей. Активный житель индустриального района Николай Хлудеев якобы бесплатно построил снежный Диснейленд. Каждый день Николай Хлудеев выходит с лопаты и убирает снег с детской площадки, как будто ему за это платят. И оказалось, платили. Но узнали об этом только сейчас. Зимой управляющая компания заключила договор на строительство снежной игровой площадки и ее содержание. По итогу нам показывают отчет годовые с трех домов. Сколько, если не ошибаюсь? Почти 100 тысяч ему заплачено. Без нашего согласия. Несогласны жители и с подходом к обслуживанию домов. Претензий к управляющей компании у жителей много. В основном они касаются обслуживания территории. Например, покраски вот этой лавочки. Покрасили ее две недели назад и до сих пор здесь лежат вот такие доски. Потому что сидеть на самой лавочке невозможно. Поднимаем. И несмотря на то, что краска лежит уже давно, до сих пор можно оставить ее на штанах. За штаны управляющая компания готова ущерб возместить и принимает претензии. Директор уверяет, будут работать и по другим проблемам. Их много. Об устройстве территории, мусор, качество ремонта в подъездах жители решили сменить обслуживающую организацию. Но провести собрание им мешают. Препятствуют, срывают объявления наши, которые мы собираем собственников, чтобы организовать собрание, поговорить, утвердить то, что мы хотим. С 31 числа нам подсунули эти бумажки, что это рейдерский захват. Не рейдерский захват. Мы хотим просто сменить управляющую компанию. И появилась управляющая компания, которая захотела принять к себе четыре дома. Для чего, конечно, нужно сместить действующую организацию, ДКХ. Развернулась настоящая холодная война. Действующая УК выступала против недовольных жителей. Появились компрометирующие листовки. Полиция постановила, это порочит честь и достоинство. Агитация конкурентов не отставала. Жителей собрал человек, называющий себя общественным жилищным инспектором. И указывала на то, что сменить обслуживающую организацию собственникам необходимо. Человек, который называет себя общественным инспектором от жилищной инспекции, пытается совместно с одной из управляющих компаний, которая работает в городе, грубо говоря, захватить, набрать как можно больше домов. Так называемый захватчик – это ООО «Сибирский альянс». Оказалось, перевести дома под свое управление они пытаются не в первый раз и действуют довольно агрессивно. С этой проблемой сталкивались и другие управляющие компании. Ну, говорят, что у нас планы такие, мы не остановимся, молодая, динамичная, развивающая компания. Поэтому не то, что бойтесь нас, но мы вас предупреждаем. У них получалось уже как-то удачно выйти? Да, у нас один дом ушел под их управление в этом году. Сам общественный инспектор утверждает, что не призывал собственников перейти под крыло Сибирского альянса. То, что ко мне люди приходят в офис, то, что обращаются, приносят платежные документы, поясняю, разъясняю, это не означает, что я перетягиваю куда-то. При этом в жилищной инспекции говорят, общественный жилищный инспектор по закону не может не осуществлять прием граждан, не быть инициатором проверки, ведь возможен конфликт интересов. А некоторые жители уже задумались, поможет ли решить их проблемы смена управляющей компании, если к неубранному мусору на территории дома добавятся лишь нечистые методы. Андрей Дрегер, Алексей Фризин, Андрей Печоркин. День с толком.